Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие радиослушатели и особенно радиослушательницы! Телефон в студии 847-226-9956, понедельник, день Луны. То есть тех людей, которые родились 2, 11, 20 и 29 числа, мы также поздравляем. Это ваш день. Если кто-то хочет узнать, что ему, ей со всем этим надо делать, то звоните, я вам расскажу. Не случайно, что основная тема сегодня, поскольку, опять же, вот и сегодня мы в этот день говорим, день Луны, это открытие в Чикаго элитного женского клуба, хотя желающие принять в нем участие дамы есть уже и в других странах. Ну, а сейчас слово председателю клуба, Маргарита, доложьте-ка нам, что это за клуб и почему туда не принимают мужчин. А у меня к вам вопрос. Да. Что вы вкладываете в слово элитный клуб? Элитный клуб, я вкладываю то, что у нас сегодня элита, это женщины. Да, но вот для того, чтобы глядя на нас, нашим мужчинам и вообще всем окружающим нас людям, было приятно, было удовольствие с нами общаться, вот для этого мы и открываем такой клуб, для того, чтобы ответить на самый главный вопрос, что такое женское счастье. Вопрос, конечно, вечный вопрос, не правда ли? Большинство из нас, женщин, живет сердцем, живет эмоциями, мы реагируем на любую ситуацию. Хорошо, если это что-то позитивное, а если нет? А кто-то старается сдерживать эмоции, запрятав их далеко вовнутрь. Я таких людей знаю. Кто-то сдерживает смех, а смех сдерживает. Нет необходимости смеяться, надо долго, громко и счастливо. А кто-то подступающий к горлу рыдания. Кто-то замыкается в себе и переживает возникшую ситуацию молча. Кто из нас этого всего не испытывал? Знаем ли мы, чем нам это может грозить? Знаем ли мы, что так делать нельзя? Что таким образом мы поспособствуем проявлению различных энергетических блоков, которые впоследствии служат причинами многих проблем, которые возникают в нашем уже физическом теле? И что же делать? Как научиться быть равновешенными? Как найти в себе ту самую внутреннюю гармонию, чтобы ни мы сами, ни окружающие нас люди не могли разрушить вот эту энергетическую оболочку и не омрачали бы жизнь наших любимых людей? Как научиться просто радоваться жизни, не расстраиваться, любить себя, своих близких, животных, да просто природу? Вот на все эти вопросы мы попробуем ответить, когда будем встречаться в нашем женском клубе. Когда это произойдет, кстати? Первая встреча произойдет в этот четверг. Мы собираемся в 6.30 или в 7 часов вечера, если кто-то опоздает, ничего страшного. Это будет первая организационная такая встреча, где мы обсудим правила, обсудим какие-то вопросы, обсудим все, чем мы будем заниматься, побеседуем и составим планы на последующие встречи. Ну, вот примерно. О чем там будет идти речь? Или мне об этом вообще никому из мужчин знать нельзя? Конечно, знать можно. Мы будем учиться в первую очередь, мы будем общаться, мы будем делиться, мы будем приглашать интересных специалистов, мы будем пить чай и пробовать различные блюда. У нас будет, скорее всего, даже кулинарные контексты. Мы будем наверняка танцевать, мы будем медитировать. Список просто-просто-просто огромный, его даже невозможно охватить так быстро. Но будет много очень интересного. Мы будем также заниматься сексуальным образованием, которое поможет нам стать не только красивее и моложе, но и более привлекательнее. Это, наверное, ты сейчас вспоминаешь телемост, который у нас был с Москвой, с человеком, который будет, планируется быть консультантом, да? Да, и это тоже. Ляля Никитиной такая у нас есть женщина, которая рассказывала об этом образовании. Да, мы будем говорить о том, как сделать так, чтобы семья была крепкая, как воспитывать детей, как общаться с друзьями между собой. Мы будем пробовать помогать друг другу, потому что, кроме того, что мы будем приглашать специалистов, я практически уверена, что мы сами можем многого достичь. У нас всё есть внутри, только надо всё это постараться раскрыть. Ну, на самом деле, действительно, это целая наука. И вообще-то есть такой раздел, который называется «Кама-шастра». И вот в «Кама-шастра» и описывается, ну, всеобъемлющий такой труд, где рассказывается, «Кама» означает наслаждение, «Шастра» – это означает искусство. Ну, вот искусство наслаждения, которое описывается в таком фундаментальном труде, которое называется вот так «Кама-шастра». Ну, а что ещё там предполагается быть? Ну, мы будем говорить о духовном развитии, мы будем учиться, как развиваться духовно, какие книги мы будем советовать друг другу читать для того, чтобы найти в себе вот те драгоценности, тот «Лотус», кстати, название нашего клуба уже практически придумано, оно будет называться «Лотус сердца». И вот мы будем стремиться именно к тому, чтобы раскрыть вот этот самый «Лотус» в нашем сердце и дарить любовь в первую очередь себе, научиться любить себя, а потом уже любить всех окружающих. Расскажи, что ещё было на «Опенхаус»? У нас было, в общем-то, на «Опенхаус» был «Фуллхаус», то есть это было, в общем-то, под завязку людей, сколько могло поместиться. И прошло 4 телемоста. Ну вот как ты считаешь, ты беседовала с людьми, понравилось им или нет? Да, да, многим, очень многим понравилось. Расскажи, вот ты всё-таки занимаешься своими программами, то, чем ты конкретно у нас заведуешь, вот «Кристаллина» это, это как будут те люди, которые придут в твой женский клуб, они будут какой-то иметь двоя очерёдность принятия этих кристаллических ванн. «Кристаллина» к этому не имеет никакого отношения. Обязательно у них будет возможность два раза в месяц использовать этот «Хиллень» бесплатно. У них будет возможность также и получить правит, консультацию со мной раз в месяц, ну или тогда, когда возникнет необходимость. Вообще, на самом деле, общаясь вот с женщинами, с моими клиентами, так как в основном мне как-то вот более интересно и лучше получается общение с женщинами, я поняла, что многим не хватает общения, независимо от того, замужем они или одинокие, или у них есть дети или нету детей, но есть такие, которым вот чего-то не хватает, не хватает какого-то другого общения, общения помимо семьи. Им надоело, они устали вот от этой рутины, когда дом, семья, муж или даже бойфренд, и вот чего-то хочется еще, они хотят какого-то движения вперед, которого в их жизни сейчас нет. И вот я надеюсь, я очень надеюсь, что наш клуб поможет таким, которым нужно какое-то развитие, кроме их домашней рутины и, может быть, даже в выходных дней, общение с мужем или с близкими, вот какое-то еще движение вперед, и вот таких, именно таких, которые ищут этого, мы приглашаем наш клуб. Ну, а вот за время твоей практики, за время принятия клиентов какие-то такие интересные случаи были, которые благодаря не просто, там, скажем, лекциям, не просто теории, книжкам, а вот практически твои советы помогли людям то, чем ты собираешься сейчас заниматься в этом женском клубе? Конечно, обязательно, но в первую очередь эти женщины, они сами помогли себе. Я всего лишь поддерживала их в трудную минуту и давала какие-то рекомендации, которые могли бы им помочь сдвинуться с места. Были такие женщины, которые были серьезно больны, одна из них была очень серьезно больна, она не должна была выздороветь для того, чтобы в дальнейшем забеременеть и иметь ребенка, но у нее были такие серьезные сдвиги, что она не только должна вот-вот скоро уже рожать ребенка, она съездила в Бразилию, что поездка вообще открыла ей глаза и помогла ей выздороветь, найти себя, но еще, кроме того, она решила поменять специальность, она теперь учится в школе, в той же, где училась я, и она тоже станет таким же учим, надеюсь, вот в ее жизни эти изменения продвинут ее еще дальше, по пути развития ее личного, и она может помогать другим людям. Ты когда говоришь, она поехала в Бразилию, ты имеешь в виду, она поехала к Джанавгаду? Да, она поехала к Бабаджанию, взяла с собой еще и друзей, и просто приехала в невероятно хорошем настроении, с большими реализациями, серьезными, и с намного улучшенным здоровьем. Мне сегодня звонила одна женщина, я с ней беседовал, и она говорит, что она ездила к Джанавгаду еще более 10 лет тому назад. Это был первый ее визит, но она считает, что она добилась того, что она добилась, она считает, что это было очень полезно, и прекрасно представляет, что вот эта кристаллина, что она делает, и как она помогает людям. Рита, скажи, но ты ведь планируешь туда ездить сама, и ты получила, в общем-то, прямое благословление Джанавгад, возить туда даже людей. Произойдет где-то в конце апреля, будет объявлен такой тур в Бразилию, смогут поехать те, кто хотят отправиться в этот спиритуальный госпиталь, то есть у кого есть физические проблемы, те смогут как-то избавиться от них, или даже пойти по пути духовного развития. Совершенно не обязательно ехать к человеку, который больной, и здоровым туда дорога открыта, открыта дорога тем, кто хочет развиваться духовно. За то время то, что в офисе находится вот эта кристаллина, установка, которая действительно делает просто чудеса, какие вот есть реализации, есть ли какой-то такой вот опыт тех людей, которые бы принимали вот эти ванны, или там только больные туда ходят? Нет, приходят те люди, которые... Сегодня была женщина, которая, в общем-то, человек здоровый, но ей хотелось испытать вот это ощущение, понять, что же это такое. Она сказала, что у нее был удивительный результат по всему телу. То есть она знает, что такое энергия, она знает, как получать энергию. Вот она ее получала, она прочувствовала этот эффект получения энергии. И вчера была у нас молодая девушка, которая пришла с головной болью. Ее весь день... Да, я видел, которая пришла сразу после почти окончания опенхауза. Да, да, да. У нее была очень сильная головная боль целый день, и она сказала, как только она легла под наши кристаллы, причем головная боль у нее почему-то была вот ядовила в районе третьего глаза. И она сказала, что в течение 10 минут с момента начала сеанса эта боль постепенно стала уходить, она как бы испарилась. Ей стало очень легко и приятно. Вот, и вообще ушла она в совершенно замечательном настроении. Есть ли какая-то статистика или вообще существует ли какое-то минимальное количество вот этих вот сеансов, которые человек должен принять на этой кристаллической установке, или это просто выборочно? На самом деле все зависит от самого человека, как он это чувствует на себе, потому что мы все очень разные, все по-разному чувствуем энергию, по-разному воспринимаем энергию, по-разному отдаем энергию. Но вот такая общая моя, я бы сказала, рекомендация с того опыта, что я имею с людьми, если есть какая-то проблема, если есть какая-то серьезная проблема или даже несерьезная проблема, то лучше это сделать довольно регулярно, пройти 5-6 до 10 сеансов довольно часто, ну, насколько есть возможность, хоть каждый день, ограничений вообще нет. А потом это можно делать только так периодически для того, чтобы поддерживать себя вот в этом прошлом состоянии. Дорогие друзья, вы можете позвонить нам по телефону 847-226-9956 или задать свой вопрос по скайпу, это sungates108. Вот, кстати, мне сейчас пришел вопрос по скайпу, вопрос к Маргарите. Скажите, а какие еще есть сервисы, которые вы делаете для людей, которые приходят к вам в офис? На самом деле, я как health coach, у меня есть несколько программ, разработанных специально для тех, кто хочет, опять же, точно так же, как и для нашего женского клуба, хочет внести какие-то изменения в свою жизнь, но просто не знает, как это сделать. Не знает, с чего начать. Он просто чувствует, что жизнь его рутинная, он застрял где-то в каком-то месте и не знает, как двинуться вперед. Это может быть все, что угодно. Это может быть, человек хочет похудеть, это может быть проблемы какие-то с питанием, он не знает, как направить себя, как улучшить свой образ жизни. Может быть, какие-то отношения в семье не устраивает. В общем, любая-любая сфера жизни, что-то происходит, что-то не так. Я помогаю сдвинуться вот с этой самой мертвой точки, почувствовать себя счастливее и здоровее. А программы самые разные, и для этого нужно встретиться, для этого нужно встретиться первый раз, поговорить, обсудить, и тогда сразу станет понятно, что нужно делать. Ну вот ты вчера проводила групповую медитацию, у нас было где-то примерно 40 человек, наверное, сидело. В чем заключалась эта медитация, но она подключилась к нам, а далее она потом рассказывала. Вчерашняя медитация была очень короткая, это просто была такая небольшая групповая релаксация медитации, для того, чтобы показать людям, насколько важно применять эту практику в своей жизни ежедневно. Ну и вот ты предваряешь сессии на Кристаллине или после сессии на Кристаллине, ты проводишь медитацию индивидуальную на сей раз, да? Да. С каждым человеком. Да, в основном с теми, кто готов это делать, потому что не все, в принципе, готовы. Медитировать им нужно еще и объяснить, для чего это нужно. Очень трудно, некоторым очень трудно сидеть. На самом деле мне было очень трудно вначале, когда я начинала, но я вообще не понимала, как же это можно сесть и сидеть, ничего не делать. Нам же надо бежать, нам надо вперед, нам надо действовать, нам надо быть активными. А тут, оказывается, надо сесть и посидеть хотя бы 10 минут, ничего не делая, и попробовать все-таки избавить свой ум, остановить свои мысли, для того, чтобы потом наша активность, наша деятельность была еще более продуктивной. Тем, кто придет до конца месяца, до конца января. Имеется в виду первым клиентам, те, которые первый раз придут. Да, тем, кто придет первый раз, тем, кто у нас еще никогда не был. Ну, не обязательно до конца этого месяца, до конца, по-моему, эта акция действует, там написано до конца февраля. Ну, хорошо, прекрасно. Значит, до конца февраля всем новым людям, которые придут к нам, которые никогда не пробовали нашу кристаллическую установку, мы даем 50-процентную скидку на 40-минутную и часовую сессию. Достаточно важное объявление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok